Всем привет! С вами MusicMag. Сегодня наш сюжет будет посвящен новинке от компании Roland. Прекрасный аудиоинтерфейс от хорошего производителя. Чем он примечательный? Сразу скажу, небольшой размер, хороший прочный алюминиевый корпус. Далее сзади мы видим отсек. Это отсек для батареек. Обратите внимание, всего три пачковые батарейки. Нужно это для того, чтобы питать iPad. Аудиоинтерфейс прекрасно работает с компьютерами на базе Windows, с Macbook'ами и с iPad'ами. Для того, чтобы работать с iPad'ом, никаких дополнительных питаний не требуется. Просто включаете интерфейс, на батарейках он, энергия iPad'а не расходуется, все классно работает. Поподробнее взглянем на панели прибора. Спереди у нас два микрофона входа, со встроенными предуседителями. Они же iZ-LowZ инструментальные входа. У них регуляция впереди гейна. Выход на наушники тоже громкость прекрасно регулируется. Сзади MIDI in-out, что удобно и достаточно редко для такого размера аудиоинтерфейсов. Приятный бонус. Выход балансный, лево-правый, на колонке. Далее у нас есть переключатель питания. Или вы от компьютера питаетесь, или в данный момент режим стоит питание от iPad'а, или от адаптера. Адаптера в комплекте нет, но у Rolland'а можно приобрести отдельно. Адаптер, если он требуется. Далее здесь всевозможные настройки по мониторингу моностерео в наушнике или OFF просто выключить, чтобы не шло вам. Фантомное питание плюс 48 вольт и кнопочка включения аудиоинтерфейс. Давайте на примере замечательного устройства iPad 2 и всеми любимого аудио-редактора GarageBand. Посмотрим, подключим, как он звучит и работает. Давайте посмотрим, как это работает на примере с iPad'ом. Для этого нам понадобится Camera Connection Kit. Незаменимая вещь компании Apple, которая позволяет нам подсоединять всякие возможные устройства к iPad'у. Мы это и сделали. Вставляем переходник. Далее USB-выход на карте. Здесь вход. Посмотрим, сегодня у меня переключено, как нужно. Включим карту. Питание карты, вот батарея осуществляется. Здесь у меня открыт GarageBand. Вот непосредственно мы тут выберем какой-нибудь заготовленный проект. Вот у меня есть в проекте, в котором я записал гитарку через этот аудиоинтерфейс. Обратите внимание, что работает брейкер в пользу нашего замечательного монетонщика WC-4. Гитарный звук пишется достаточно неплохо. Мы сейчас включим партнерфейс. Приходите к нам в Мезюгмаг посмотреть данный аудиоинтерфейс, а также другие приборы. Пока-пока. Продолжение следует...